В прямом эфире программа новости 24 часа в студии Сергей Прохоров. Добрый вечер. Британский бизнес ждут в Беларуси о готовности к развитию всестороннего сотрудничества. Сегодня говорили у президента. Александр Лукашенко встретился с членом британской королевской семьи принцем Майклом Кенским. Нашу страну представитель монаршего рода, известный бизнесмен и меценат посещает впервые. Екатерина Желянина о деталях разговора. Член британской королевской семьи, двоюродный брат Елизаветы II, внук короля Георга V и королевы Марии. Аристократ, военный и бизнесмен. Как и положено людям монаршего происхождения, принц Майкл Кенский еще и меценат со множеством благотворительных проектов. Он, разумеется, приверженец британских обычаев. Но, несмотря на вес, присущий статус аристократа консерватизм, в жизни делал и не самый традиционный выбор. А денег из государственной казны он отказался, предпочитая жить на доходы собственного бизнеса. И, надо сказать, весьма преуспел. Право наследования британского престола потерял во имя любви, женившись на бронессе католической веры. Глава собственной консалдинговой компании имеет коммерческий интерес во многих странах мира. Майкл Кенский стал первым членом британской королевской семьи, посетившим Беларусь. Сегодня во Дворце независимости его принял Александр Лукашенко. Ваш приезд, надеюсь, откроет новую страницу наших отношений. И очень многие политики и бизнесмены, которые заинтересуются Беларуси из ваших уст, получат эту характеристику. Я также хочу вас поблагодарить за ту огромную помощь, ту благотворительность, которая характерна для Великобритании в отношении детишек из чернобыльских зон. Вы, как никакая другая страна, подставили свое плечо и помогли нам оздоровить тысячи детей с тех территорий, которые пострадали под чернобыльской катастрофой. За это вам огромная благодарность. Мы очень надеемся, что наши отношения с Великобританией будут развиваться. У нас большой интерес в торговле. Вы вторые по инвестициям в Беларусь. Это хорошая основа для нашего дальнейшего сотрудничества. Я хочу, чтобы вы знали, что мы честно, искренне ждем ваш бизнес в Беларуси. Одно из инвестнаправлений, а еще и общественный интерес британского принца – безопасность дорожного движения. На эту тему в том числе пойдет разговор и в Беларуси. Для меня большое удовольствие находиться в нашей стране. Я слышал, что я являюсь первым членом моей семьи, который посещает Беларусь. Причина этого визита особенно связана с безопасностью на дорогах. Это очень короткая погрома, но очень занята. Я совсем согласен с вами, когда я говорю, что удаление этого визита – это чтобы улучшить отношение с точки зрения торговых. Это очень интересно. Центр фиксации правонарушений – безопасные дороги Беларуси. Высокий гость посещает, чтобы ознакомиться с тем, как в нашей стране контролируют соблюдение правил. Встреча с министром транспорта и коммуникации. По итогам подписан меморандум о взаимопонимании, а еще документ между британской компанией и Белавтодором. Иностранные партнеры предлагают улучшить покрытие белорусских дорог. Кстати, деловые соглашения двух стран из года в год демонстрируют прочный взаимный интерес. Объем инвестиций в Беларусь больше 2 миллиардов долларов. Этот бизнес-центр в Минске построили совсем недавно за средства английских инвесторов. Могу сказать, что проект в целом обошелся где-то в сумму порядка 20 миллионов долларов. Сейчас пойдет отдача этих инвестиций. Я думаю, что это хороший пример того, что в белорусскую экономику, в белорусскую объекты недвижимости можно инвестировать. И это процесс абсолютно соответствующий мировым стандартам и ожиданиям инвесторов, в том числе и британских. 422 предприятия у нас с британским капиталом. По итогам 2015-го, а эта страна третья среди торговых партнеров в Беларуси, после России и Украины. Положительность сальдо для нас достигла рекордного максимума – около 2,8 миллиардов долларов. Тимофей Еремеев в Беларусь создал успешную компанию в Великобритании и за это удостоился приема у королевы Елизаветы. Когда я получил приглашение в Букингемский дворец, я не особо отреагировал на это, но было очень интересно. А потом, когда все больше и больше моих английских знакомых стали узнавать об этом, я просто понял, какую значимость это имеет для любого жителя Великобритании. Про новый успешный проект белорусско-британского бизнесмена написали в Financial Times. Несколько лет назад его компания запатентовала собственную разработку – уникальную технологию укладки сланца. Еремеев со своим английским партнером придумал систему, при которой угол наклона можно уменьшить. Крыша, соответственно, становится меньше по площади, а значит легче и дешевле. Не забывает Тимофей и про родину. Здесь, в Минске, он открыл несколько магазинов английских брендов одежды для всей семьи. Десять лет назад вместе со своей командой мы приняли решение привезти в Беларусь мировые бренды одежды. Я, скорее, живу в Англии, сюда только приезжаю по работе. Ну, естественно, я белорус, но работаю в Англии, работаю и в Беларуси. Огромный интерес у британцев к белорусскому интеллекту, в том числе к сфере IT. Неспроста высокий гость запланировал в ходе визита посетить наш ПВТ. Планы британского принца в Беларуси столь же обширны, как и его интересы. От бизнеса, встреч с министром экономики, главой Национбанка и до культурной программы, оперный театр, Хатынь, Национальный художественный музей. Уже сегодня принц с интересом осмотрел экспозицию музея Великой Отечественной войны и оставил подпись в книге почетных гостей. Заполнять новую страницу взаимоотношений Беларуси и Великобритании впредь начнут уже с учетом открытых историческим визитам перспектив. Екатерина Желянина, Александра Кулакова, Валерий Науменко, телекомпания СТВ. Палата представителей определилась с основными направлениями законотворческой деятельности. Сегодня в полномочия вступили 110 депутатов шестого созыва. На первом заседании народные избранники выбрали и свое руководство. Евгений Пустовой из овального зала новой сессии Нижней палаты парламента. Вам уже процедура знакомая? Да. Профессиональный врач Дмитрий Шевцов из палаты представителей пятого созыва переходит в шестой. Карьера продолжается у четверти депутатов. Это мировая практика. Сохраняется преемственность правил законотворчества. Когда понимаешь, насколько твои замечания коррелируют, либо не коррелируют с другими действующими законами, то начинаешь более глубоко вникать в эти вещи. Но для большинства все в новинку. Ирине Дорофеевой к автограф сессиям не привыкать. А вот парламентская сессия первая в жизни. Медийная особа даже растерялась. И найти свое место под звездой овального зала помогли журналисты. А, вот, да. 105. Хорошая цифра для вас. 105. Ну, это же мой избирательный округ, поэтому, конечно, хорошая. Очень счастливая. Лесо парламента шестой версии красиво и молодо. Впервые здесь треть депутатов, женщины средний возраст, созыва не более 45 лет. Мандаты в руках артистов и олимпийских чемпионов. И не менее известных людей в своих округах. Врачи, бизнесмены, инженеры и педагоги показали себя делами. Еще одна особенность – многопартийность. В шестом созыве пять партий. Самые представительные – патриотическая партия труда и справедливости. Красная дорожка в парламенте была и для кандидатов от оппозиции. Но избиратели поддержали только двух. И то обаятельных женщин. Я отживаю то, что я пришла в белорусский парламент, где собралось шмать людей, квалификованных, профессийно-поспеховых и готовых працевать для своей Беларуси. Пока новички вживаются в полномочия в бой, вернее, за трибуну, пошли одни старики. Они и порекомендовали на должность спикера Нижней палаты парламента кандидатуру Владимира Андрейченко. Белорусы сделали свой выбор, а теперь слово, вернее, голос за народными избранниками. По сложившейся традиции фойе овального зала, импровизированный участок для голосования. Таким образом, парламентарии выбирают председателя. Первый выбор народных избранников сделан. Пустующие полдня кресла спикера занимает депутат Докшицкого округа Владимир Андрейченко. Опытного парламентария хорошо знают и уважают зарубежные коллеги. Диверсификация экспорта и сотрудничество. Приоритет ближайшего четырехлетия. Надо принять порядка 50 нового законопроекта, 100 нормативно-правовых актов, внести определенные изменения, дополнения. Республика Беларусь стала площадкой по урегулированию международных конфликтов. Но мы не стали площадкой для привлечения инвесторов. В Беларуси стать международной инвестиционной площадкой долю малого и среднего бизнеса ВВП страны увеличить в два раза отечественным предприятиям равные условия и цены на энергоносители. В ЕАЭС беларусам новые рабочие места, а парламенту статус наблюдателя парламентской конференции Балтийского моря и укрепления связей с евродепутатами летом. У нас 26-я сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. А в ближайший четверг распределение портфелей по 14 парламентским комиссиям и выборы вице-спикера. Сегодня же заседание часто прерывали на перерыв, чтобы депутаты познакомились поближе и обсудили первые заметки в своих блокнотах. Будем работать. Евгений Постовой и Алексей Юнош, телекомпания СТВ. Завтра же начнет работу первая сессия Совета Республики Национального Собрания. Напомню, в Беларуси избраны 56 сенаторов, еще 8 определяет президент. И сегодня Александр Лукашенко подписал указ о назначении членом Совета Республики Александра Попкова. Ранее он был депутатом Палаты представителей 4-го и 5-го созывов. До этого занимал высокие посты в правительстве и администрации президента. Занимался решением стратегических задач в аграрной отрасли. Кадровую ситуацию в социальной сфере необходимо улучшать. Об этом президент Беларуси заявил сегодня на рабочей встрече с заместителем премьер-министра Натальей Качановой. В целом обеспечена стабильная работа социальной сферы. Своевременно выплачиваются зарплаты, пенсии и пособия. Тем не менее проблемные вопросы остаются, их нужно решать. И дело здесь с заработниками отдельных сфер. Так, к примеру, вложенные в спортсредства должны окупаться. А от белорусского кинематографа ждут новых фильмов. Меня насраживает вообще даже самооценка кадров по всем направлениям. Ну возьмите спорт. Ну мы все наблюдали экзамен наших спортсменов на Олимпиаде в Рио. Ну куда больше? Это действительно экзамен. Ну и я смотрю болтовню эту со стороны наших чиновников спорта. Они удовлетворены. Все хорошо. Ну они, может быть, и удовлетворены, но не мы с вами и не народ. Такого безликого, такого ненормального выступления мы просто не ожидали. Вопрос не в том, как было вчера и что будет завтра. Что они нам покажут. Да ничего не покажут, если будем двигаться такими темпами. Вопрос в том, что вложены то огромные средства. А где результат? А результата, чтобы удовлетворить требования народа на народные деньги, ведь поехали туда. Результата этого нет. Или возьмите направление культуры. Наверное, случайно нарвался на ток-шоу о кино. Слушайте, ну просто стыдно было слушать. Оказывается, у нас не снимают кино, как некоторые говорят, потому что идет ремонт на Беларусь в фильме, на киностудии. Тогда встает вопрос, а что во времена Птушака, когда он снимал в августе 44-го, я поддерживал этот проект. Фактически с головой в него окунулся. Вот что, лучшие условия были? Нет. Но фильм сняли хороший? Или что, вот сериалы идут российские? Я не скажу, что это глубокие сериалы. Но они на злобу дня. Люди их смотрят. Они воспитывают какой-то степени населения в том или ином направлении. Так они же в Минске все сняты. Я бывал раньше у киношников. Я слушал их разговоры, они ни в чем не изменились. Все, чего-то не хватало. И я однажды предложил. Положите мне на стол сценарий. Нормального фильма, глубокого фильма, идейного фильма. Или легкого, простого, но интересного для народа. И что вы думаете? Принесли и положили? Нет. А почему нет? Вопрос. Во время рабочей встречи немало говорили о совершенствовании системы образования. Один из обсуждаемых вопросов – сверхзагрузка учеников и учителей. Глава государства также предложил пересмотреть время начала занятия. Ведь лишний час сна утром окажет благоприятное влияние на здоровье детей. Я не говорю, что нам образование надо глубоко реформировать, на колено что-то ломать и так далее. Скорее наоборот, его надо защищать, чтобы сохранить все лучшее в нем. Но надо снимать проблемы, которые накопились. Вот я сказал о рабочем дне ученика. Ну все подумали, ну вот, наверное, свой там сын, поэтому она говорит. Слушайте, это у моего сына возможностей больше, чем у любого человека, который идет к 8 часам за 3 километра от школы. Вопрос глубже. Мы хотим иметь здоровых детей. Но если ребенок не высыпается, идет через силу, там сидит на уроке, какие это занятия? То есть, ну, от мелочей до каких-то проблемных вопросов. Думаю, в здравоохранение надо внимательно посмотреть. Деньги огромные вложили. Да, есть прогресс по главным направлениям. И это признано во всем мире. Но, знаете, иногда за вот этими высокими деревьями не увидишь этот хамазняк, а он очень важен. Он очень важен. Он потом забьет весь лес и невозможно будет уже и хорошее увидеть. Поэтому здесь бы нам не просмотреть проблемы. То есть, вопросов очень много, которые надо решать. И, вы знаете, уже время прошло, ну, как-то уже двигаться в направлении решения. Вы увидели людей, вы увидели кадры, насколько они способны или не способны работать. Вопрос же не в том, чтобы там кого-то наказать, кого-то сломать. У каждого своя семья, судьба и так далее. Вопрос не в этом. Если человек не тянет, его держать нельзя. Поэтому, если нужны кадровые какие-то перестановки, изменения, надо видеть эти кадровые изменения. Поэтому надо нам как-то расшевелить нам социальную сферу, чтобы они не ходили с протянутой рукой и не говорили, что у них там ремонт. Или крыша потекла, или студию залила, или аудитория не такая, эти самые скамейки поломаны и так далее. Надо шевелиться каждому. Не шевелиться, надо людей менять. Каждый вложенный государством рубль должен приносить отдачу. Именно такая задача сегодня стоит перед всей социальной сферой. В свою очередь, ее стабильное финансирование сохранится и дальше. Это предусматривалось при формировании бюджета на 2017 год. Правительством приняты меры, и социальная сфера сегодня работает достаточно слаженно и стабильно. В плане выплат пенсий, пособий, стипендий нет задолженности по заработной плате. Сохранена положительная демографическая ситуация. Все это, конечно, положительные моменты. Но вместе с тем мы понимаем, что есть вопросы, которые требуют сегодня решения. В том числе и кадровые вопросы. Эффективная работа каждой организации, каждого учреждения. Работа по внебюджетной деятельности. Чуткое отношение к людям. Это те ключевые задачи, которые стоят сегодня перед отраслями социальной сферы. И которые необходимо реализовывать в соответствии с теми поручениями, которые были даны и сегодня. Беларусь считает достигнутые с Россией договоренности по газу и нефти компромиссом в интересах двух стран. Сегодня в Минэнерго озвучили новую формулу расчетов цены на газ для Беларуси. Здесь также подтвердили, что в ближайшие 10 дней будут компенсированы недоплаченные ранее деньги за полученное голубое топливо. Россия, в свою очередь, вводит механизм межбюджетной компенсации на время создания общего электроэнергетического рынка. Это решение, которое позволяет нам на комплексной основе решить все проблемы, которые у нас имелись в нефтегазовой сфере. Этот протокол позволяет нам обеспечить к 1 июля 2019 года создание общего электроэнергетического рынка и к 1 января 2025 года общий рынок газа. Что касается нефти, отменено постановление о повышении тарифов по ее прокачке по территории Беларуси. Россия сняла все ограничения по поставке нефти в нашу страну. Инфляция по итогам минувшего месяца составила меньше 1%. Некоторые товары и услуги в цене прибавили, но что-то и подешевело, как, например, овощи и сухофрукты. Наш экономический обозреватель Наталья Надольская узнала, на какие группы товаров в магазинах переписали ценники. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. Сентябрьская инфляция – наименьшая для этого месяца за последние 7 лет. В стороны снижения переписали ценники в магазинах на плодовощную продукцию. Подешевели велосипеды и некоторая бытовая техника. Максимально упали в цене услуги дошкольных учреждений почти на 9%. Санаторно-оздоровительные и железнодорожного транспорта международного сообщения. Прибавили в цене огурцы и помидоры. Платить за среднее образование пришлось на 12% больше. Из-за роста тарифов на водоснабжение подорожали услуги бань. Низкая инфляция в сентябре позволила проиндексировать минимальную зарплату на 5,4%. В итоге ее размер составит 239 рублей 48 копеек. Проиндексируют также пособия по безработице и стипендии тем, кого направили на курсы переподготовки или повышения квалификации. Напомню, индексируют не весь размер дохода, а лишь его часть в пределах 175 рублей 50 копеек или 100% бюджета прожиточного минимума. Сегодня ночью будет сложно купить билеты на поезда Белорусской железной дороги через интернет. Плановые технологические работы в системе продажи проездных документов ограничат возможность оплаты заказов через платежную систему «Расчет ЕРИП». Придется подождать до утра. Есть повод заглянуть в свой кошелек и обратить внимание на серию новых банкнот. Бумажные деньги серии 2X можно выгодно продать с аукциона. Эти банкноты выпускаются тиражом меньше стандартного в десятки раз. Найти такие купюры сложно, а значит растет их цена. Продать деньги можно от 4 до 75 долларов за бумажку. Серию с двумя X выпускают для покрытия брака и называют банкнотами замещения. Правда, купюра должна быть в идеальном состоянии. Цена нефти марки «Брент» обновила максимум года, превысив отметку 53 доллара за баррель. Котировки нефти растут на фоне новости о том, что Россия готова присоединиться к решению ОПЕК по ограничению добычи нефти. Белорусский рубль укрепился в корзине валют. Курс доллара снизился до 1 рубля 91 копейки. Курс евро упал на 0,5% до 2 рублей 12 копеек. За 100 российских дают 3 рубля 7 копеек белорусских. Таковы основные деловые новости вторника. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей. Спасибо. Наталья Надольская с обзором деловых новостей. Отопительный сезон стартовал в Белоруссии. Завершается подключение батарей в жилом секторе на очереди офиса и предприятия. Однако начало горячей пары для энергетиков не обошлось и без коммунальных проблем. Так, с приходом долгожданного тепла из-за неисправности труб затопило сразу несколько подъездов столичного дома. Подобные случаи были и в других городах. В причинах разбиралась Юлия Матяш. Всё смешалось в доме Курлович, Белых и многих других. Начало отопительного сезона для них обернулось потерями. С третьего по первые этажи. В двух подъездах. История практически одинаковая. На полу ещё не высохли лужи, а штукатурка на потолке еле держится. Такие последствия наступили аккурат после включения отопления. Дом старый, после военной постройки. Как утверждают жильцы, капитального ремонта почти за 60 лет здесь не было. Открываю дверь. Пар валит. Не могу понять, что ему подело, потому что свет отключен. Пять сантиметров воды плавает всё. Потолок обвален. Всё кусками валяется. Труба вышла из строя в разгар дня, когда большинство, в том числе и Елена, были на работе. Но даже те, кто присутствовал, убереть жилище от потопа не смогли. Сначала с углов потекли маленькие ручейки. Спустя мгновение целые потоки. Причём кипятка. Здесь лилось всё. Я выходил в коридор к соседям. Я просто был как будто бы из душа. Такие гейзеры, по словам жильцов, били больше часа. Только потом воду перекрыли. За это время её в квартирах набралось столько, что выливать пришлось бёдрами прямо из окон. А прямо с потолка сыпалась пыль и штукатурка. И теперь я на самом деле боюсь провалиться просто вниз. Сегодня трубу подлатали и даже дали отопление. Да, тёплое. Не боитесь? Поздно бояться. Уже нечему рушиться. Всю ночь здесь устраняли последствия непогоды. Сегодня же приходили специалисты оценить ущерб. Всё открытое, ничего к зиме не подготовили. Труба совсем непонятно куда течёт. И что там делается? Вода до сих пор отсюда льётся. Схожий случай был и в Могилёве. Во время ремонтных работ строители повредили трубу на чердаке, а сантехники при подключении отопления не проверили. Дом пока остался без тепла. Ведутся ремонтные работы по устранению аварии, чтобы дать тепло людям в дом. Коммунальные работники обещают вот-вот проблему решить. Сейчас рассматриваются вопросы о возмещении ущерба пострадавшим. Юлия Матяш, Алена Сурова, Юрий Прокопенко, телекомпания СТВ. Ложная тревога. Информация о том, что у школ раздают наркотические жевательные резинки, по факту оказалась ничем иным, как уткой. Так, накануне по школьным группам популярных мессенджеров запустили фотосообщение. Дескать, такие жвачки с наркотическим содержанием раздают детям. Автор ссылается на МВД и настоятельно просит разослать информацию другим родителям. Правоохранители, в свою очередь, уверенно заявляют, данное сообщение ложное. Поэтому верить ему и тем более распространять дальше точно не стоит. Никаких наркотических жвачек ни на территории города Минска, ни в Республике Беларусь нет. Более того, у нас идет постоянный обмен информацией с коллегами из Российской Федерации. И мы также имеем информацию, что фактов обнаружения вот этих вот наркотических жвачек не установлено и в Российской Федерации. Поэтому хотелось бы сказать нашим родителям и взрослым не распространять абсолютно необоснованные слухи, не сеять панику, потому что оснований для этого абсолютно нет никаких. Впрочем, родителям всегда следует обращать внимание на то, какой информацией дети обращаются в глобальной паутине. Так, полгода назад в России в социальных сетях стала популярной смертельная инструкция по превращению в фею огня, в которой в весьма убедительной игровой форме предлагалось ребенку ночью включить газ в квартире и лечь спать. И некоторые дети ей воспользовались, следуя интернет-советам. Лишь, к счастью, никто не пострадал. Сквозь огонь воду и медные трубы к поставленной цели. В лесах под Гомелем сотрудники спецподразделения им сегодня сдавали экзамен на получение черного берета. Физподготовка, навыки медицинской помощи, сложнейший марш и бросок через болото и специальные дымовые препятствия в полной экипировке. Стрельба и после всего этого спарринг-поединки. Измотанные многочасовыми испытаниями, бойцы должны выстоять на импровизированном ринге поочередно против трех соперников. Давай, давай! Работай! Ничего легкого не было на самом деле. Марш отметить стоит. И последний тур, рукопашный бой, это было очень тяжело. Согласно правилам, до сдачи этого испытания сотрудники ОМОНа не имеют права носить специальную форму подразделения. Они судслужбу в одежде милицейского образца. Черный берет как знак профпригодности. И на этом пока все. Итоги вторника подведем в 22.30. В студии работал Сергей Прохоров. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok